Как игла ярка, как игла темна, Не распустишь ли стёжки света до черна, Не зальёшь ли звёзды так, Чтоб ночной сгустился мрак. Песенки об игле. Нет. Так говорит или пытается сказать серая женщина, Входя в белую палату. Нет. И как часто бывает во снах, Её слова не слетают с губ, но их слышат. Да, отвечает палата в мерцании сверкающего кафеля, И тянет новенькую дальше. Пока женщина шагает вперёд, Длинная комната расширяется вокруг неё. Стены по обоим сторонам отступают, Как приливные волны, Унося вдаль ряды тёмных окон И пустых коек. Из светлых плиток вылупляются их сородичи, Покрывающие собой Новые участки пола и потолка. Кафель размножается в строгом порядке, Словно подтрунивая над смятением гостей. Опустив глаза, она видит, что одета в опрятную Белую блузу с синими полотками. Кожа головы немного стянута, Значит, волосы убраны под форменную кепку с козырьком. Это облачение из прошлой жизни, Что покинуло её много лет назад, Забрав с собой молодость и все ростки надежды, Которые она когда-то лелеяла. «Именно здесь я потеряла себя», — Понимает женщина, Узнав палату, несмотря на её странность, Зрелище перед гостей, Абстрактный образ известного ей места, Словно бы очищенный от всего лишнего, А потом заточённый до безжалостной остроты. Дальше по комнате одна из коек Аккуратно выдвигается из пола, Будто кусочек головоломки, Встающий на своё место. И беспокойство, спящий, оборачивается страхом. В отличие от других, Эта кровать занята. «Нет», — снова возражает женщина, «Теперь уже взволнована. Прошу, не надо». «Да», — настаивает палата, Едко дыша на неё антисептиками, «Да». Многие гости повинуются приказу и несут её вперёд, Подхваченные невидимым, неодолимым, тёмным. Она осознаёт, что идёт босиком, И ступни у неё ужасно заледенели настолько, Что в обычном сне такого наверняка не бывает. По мере того, как женщина подходит к койке, Холод ползёт вверх по жилам, словно яд, И тело немеет, но разум остаётся чувствительным, Готовым к грядущему откровению. В кровати спит девушка, Дыхание которой — череда неровных, влажных хрипов. Она лишь недавно вышла из пары детства, Но у неё костлявое лицо, и на голове нет волос. Очевидно, болезнь зашла так далеко и глубоко, Что уже неискоренимо. Однако никто не сможет в этом убедиться. Ведь пациентке не суждено получить шанс на излечение. К латунному изножию койки, На котором выдавлена готическая цифра 16, Приклеена записка со сведениями о девушке, Но спящей никак не удаётся разобрать небрежный почерк. Этих слов нет в её воспоминаниях, Поскольку в своё время она не удосужилась прочесть их наяву, И теперь фразы ускользают от восприятия. Впрочем, гостья всё равно помнит имя больной Так же отчётливо, как собственное. Розалия Темета. Серая женщина — неприрождённая убийца. И после того деяния её душу пересёк незаживающий рубец. Она никогда не забудет девушку, которая отняла жизнь. «Нет!» — молит сновидица, Поднимая левую руку с подкожным шприцом, Который находится там с тех пор, как она вошла в палату, И готов сыграть положенную ему роль в этой трагедии. «Я не стану!» «Да!» — выдыхает Колька, Обдавая её волной зарождающегося тления. «Да!» Тогда гостья сдаётся и получает в награду Неожиданный прилив злобного рвения. Склоняясь над пациенткой, Она замечает, что сыворотка в шприце черна, Но это неестественный тёмный цвет, Это пятно полного отсутствия чего-либо. Потёк пустоты. Миг спустя появляется ещё одно отклонение от реальности. Серая женщина не держит шприц в руке. Шприц и есть её рука. Шприц и есть её рука. Продолжение следует...